Бросил машину, побежал по делам, в спешке вышел, параллельно набирая какой-нибудь номер и обомлел. Машины-то нет! В голове кружат сырые мысли. Первое угнали. Но не стоит паниковать, что нужно сделать – позвонить в ГИБДД. Там успокаивают. Вашу машину эвакуировали. Пробки уже давно стали неразрешимой проблемой даже в Рязани. Казалось бы, совсем не мегаполисе. Очевидно, что город уже не в состоянии вместить всю обилие современного транспорта ни по габаритам, ни по количеству. На некоторых улицах паркуют автомобили в два ряда. Вот и придумали способ борьбы с нарушителями – эвакуация. Дороги в Рязани не очень широкие, поэтому, ставя машину в неположенном месте, вы загораживаете минимум одну полосу. Только за этот год эвакуировано более трех тысяч автомобилей. В день на спецстоянку увозят по 10 машин. Мера оказалась эффективной. В службе сообщают, что таким образом удалось освободить центральные улицы для проезда автомобилей. Это и неудивительно. В среднем за это удовольствие придется заплатить. Но проблема даже не в деньгах, а в том, чтобы забрать свой автомобиль со спецстоянки, придется изрядно помотаться по городу. В задержании транспортного средства, как правило, она составляет 3,5 тысячи рублей за хранение на специализированной стоянке и ее эвакуацию. И административный штраф за нарушение правил дорожного движения, он тоже колеблется в среднем от полутора тысяч рублей. То есть, тем самым получается в районе пяти тысяч рублей. Понятно, что заторы из машин возникают возле офисов и торговых центров. Но когда из-за скопившихся на одном пятачке авто к остановке не может подъехать автобус, или снегоуборочная техника не может растичь дорогу, это уже создает реальные аварийные ситуации. Мешающие автомобили будут отвезены на спецстоянку. Стоит отметить, что пока задержание транспортного средства и его эвакуация остается самым действенным инструментом в руках ГИБДД для того, чтобы навести порядок на дороге. Иван Крестьяинов, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».